Девушки отдыхают Всем привет! Вы смотрите программу «Павел и его команда». И мы продолжаем наш ваяж по Могилевской области. Сегодня остановились в агрогородке Буйниче Могилевского района. Мы приехали в гости к Антонине Михайловне. Ей почти 70 лет, из которых 31 год она отработала в Могилевском агро-лесно-техническом колледже мастером производственного обучения. Кстати, сегодня в нашей команде учащиеся этого же колледжа. Причем, что говорить, нам самое время идти и знакомиться. Знакомиться, наконец-то. В этом доме Антонина Михайловна живет одна. У нее достаточно большой участок и огромный огород. Родилась, как говорится, в этом доме только маленький у нас домик был здесь. Потом мы с мужем построили вокруг этого этого дома. Здесь такое родовое гнездо. Да, я и родила здесь, можно сказать, на печке. Мне так говорила мама. Строили мы, как дом нам сложили мастера, а все остальное мой муж сделал своими руками. Мы с ним вдвоем. Родители у меня уже были в годах, как бы я поздний ребенок, совершенно поздний. Вот, поэтому мы все с ним вдвоем делали. Все, что здесь построено, все сделано его руками. Но болят у меня ноги, сильно колени болят у меня. Из-за этого я как бы медленно работаю. Руками, кажется, сделала бы все на свете, а так вот из-за ног. Пять лет назад Антонина Михайловна обдавела. Сейчас ей трудно справляться по хозяйству. У нее есть дочь, иногда помогает подруга Наталья Ивановна. Но этого мало. Найдется работа и для нас. Сегодня мы запланировали покрасить в огороде, покрасим и отремонтируем забор, сделаем новую лавочку. Кроме того, Антонину Михайловну ждет сюрприз. Лайфхак от Катерины Балуковой. А начали мы с огорода. Мы едем косить траву. Тем временем Катя приступила к покрасочным работам. Ну что, ребят, нам нужно зачистить и покрасить забор. Вот трое человек, это мы. Зачищаем его, готовим к покраске, а вы красите. У нас цвета свора, можете использовать их в какой угодно последовательности, как вам нравится, в общем-то. Ну, я думаю, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. А вообще можете, что хотите с ними делать. Итак, приступаем к очистке забора от слоя старой краски. Делать это мы будем щетками по металлу. Почистив вручную, переходим на тяжелую артиллерию. Ускорим процесс, используя болгарку. Кстати, не забываем о технике безопасности. Как минимум, при таких работах нужно надевать очки. Думала, что так тяжело. Ты грязная. Здрасте. Редактор субтитров А.Семкин Павел и его команда приехали в Могилевский район, в агрогородок Буйничи. Мы помогаем Базылевой Антонине Михайловне. Мы покосили в огороде и начали красить забор. Еще нам предстоит сделать новую лавочку. Не забываем и про сюрприз от Кати Булуковой, но об этом чуть позже. К нашей команде присоединилась подруга Антонина Михайловна и Наталья Ивановна. Как человек она очень такой позитивный, компанейский. Всегда готова прийти на помощь. Всегда такое было время, когда мы с ней познакомились. Это сейчас молодежь даже кашу манную может при помощи интернета готовить. А тогда у нас такой возможности не было. У него столько было всегда задумок, столько мыслей. Отправляли на конкурс коллегу, на областной конкурс оператора машинного доения. Надо было что-то приготовить из молочных продуктов. Мы посидели, поговорили, разошлись. Утром к автобусу приходит Тоня, приносит изделие из творога. Как летающую тарелку сделала. И мы собрались, коллектив у нас мастеров производственного учения, ребят своих, мужчин поздравить с 23 февраля. Значит, она что-то придумала, сценарий сообразила, задумала. Она всегда была такая озорная, позитивная, заводная. Она группу могла за собой повести. И я молоденькой девчонкой пришла тогда работать. Мне было лет 20. Посмотрю, как за ней. Она идет куда-то. И за ней все 30 человек, все с копом. И все так слаженно и дружно. Я вот встану в сторонке и думаю, а как это у нее все получается? А смогу ли я когда-то вот так сделать, чтобы повести детей? Наталья Ивановна пока не догадывается, что для нее в нашей команде уже нашлась работа. Что это, узнаем буквально через несколько минут. Ну а нам самое время разобрать старую и соорудить новую лавочку. Я иду под мастерием к мастеру производственного обучения Денису Константиновичу Добрынцову. Мастер производственного обучения, как читалось в советское время, да и стаж, это одна из ключевых фигур в работе профтехсистемы. Мастер – это тот человек, который практически 100% 80% своего рабочего времени находит себя на сообщении с детьми. А это как-никак указывает, для чего-то ты их учишь. В последнее время они умудряются на что-то учить. Помочь в нашей работе и поддержать Дениса Константиновича пришли его студенты. Работа створится. Как говорится, кто во что гораст. Работай. Я тоже. Последняя дверь второго вагона Как страшно в метро не встретить себя Осталась минута до нового года А счет идет с момента встречи Ведь больше ничего не лечит Больше ничего не важно для меня Через минуту ты уйдешь И в переходах растворишься По Невскому гуляет дождь По Невскому гуляет дождь И все Пока целую, снишься Павел и его команда приехали в Могилевский район, в оградок Буйнище Мы помогаем Базелевой Антонине Михайловне Мы покосили в огороде Сейчас красим забор И только-только закончили собирать новую лавочку Не забываем и про сюрприз от Кати Волуковой Но об этом чуть позже В работу нашей команды включилась лучшая подруга Антонины Михайловны Как правило, наши лайфхаки мы готовим заранее Но сегодня еще один родился спонтанно Из старой скамейки А вернее столба, на котором эта самая скамейка держалась Всю конструкцию наша команда уже собиралась отправить на свалку Как вдруг мне в голову пришла идея Реализовать ее мне поможет Наталья Ивановна Вот наша стойка Столк своеобразный Мы его вкопали обратной стороной На нем раньше стояла наша бывшая лавочка Нам нужно засыпать туда земли Посадить цветочек, полить его И покрасить, придать ему какой-то такой респектабельный вид Декорируем новую клумбу камнями И вуаля, цветочница готова И самое главное Сделано все с минимальными труда и финансовыми затратами И отсюда напрашивается вывод Посмотрите на вещи, отправляемые на свалку Другим, свежим взглядом И не бойтесь реализовывать задуманное Тем временем Денис Константинович прошелся под ворон Антонина Михайловна Нашел недостатки, проблемные зоны, поломки Критичного ничего Но вот водосток и забор во дворе Однозначно требуют ремонта Не знаю как того У меня еще в детстве родители учились В труде ничего плохого нет Лучший показатель уважения старшему поколению Это внимание Это помощь внимания Внимание, а какое лучшее внимание Это конечно какая-то помощь Да, есть у меня бабушка есть Но она уже старая Я приезжаю к ней, помогаю Стараюсь помочь Огород, магазин сходить Если что надо Ну и так по мелочам По дому помогаю Да, есть бабушка Честно говоря, помогаю Все в зависимости от сезона То есть если это зима То почистить снег Если конечно летом Помочь где-то что-то на огороде Что-то покупать Вот Осенью это естественно Тоже все От листьев Обратно То есть Тоже стараешься чем-то Когда человек пожилой Ему меньше Уделяют внимание Даже близкие И никто Когда-то не приходит Даже поговорить По сути низким Поэтому и внимание Но помощь тоже Имеется значение Что у нас проблема Гвозди в пакетике Гвозди-то в вашей Восьмидесятки А не знаю Как минимум Двуссотки Что будем делать Что можно сделать В ситуации Когда лайфхак горит А нужных гвоздей нет Наша команда Найдет выход Из ситуации И расскажет Что будем творить На этот раз Очень скоро А пока А пока вернемся На несколько часов назад С чего начиналось Наше утро С подготовки лайфхака Мы отправились В лес На делянку Чтобы заготовить спилы Помочь нам И дать несколько Дельных советов По работе с деревом Согласился опытный Лесник Виталий Мурашкевич Виталий, расскажите Какое дерево Лучше выбирать Для спилов Породу дерева Для кругляшей Я думаю Каких-нибудь Твердолиственных пород Что-то дуб Ясень Клен Ну А если И сосна Смотрится в разрезе Неплохо То есть здесь Мы смотрим Скорее по разрезу Да Да Что получится В разрезе Вот у нас тут По центру Она достаточно сырая Какие рекомендации Может быть Где сушить Я так понимаю Явно не на солнце Нет Конечно Не на солнце Где-нибудь в теньки Проветриваемое Чтобы было Хорошо проветриваемое Но сейчас даже Есть и промышленные сушки Это вообще Можно высушить за час Ну в нашем случае Промышленные сушки У нас нет И сколько будет сушиться Вот такой спилов Ну я думаю Неделю Он будет сохнуть А наше изделие Будет сушиться Уже в готовом виде Мини трещины Которые образуются Со временем Придадут своеобразный шик Что это будет Узнаете Совсем скоро А мы грузимся Павел и его команда Приехали в Могилевский район В агрогородок Буйничи Мы помогаем Базылевой Антонине Михайловне Мы уже покосили в огороде Покрасили и отремонтировали забор Собрали новую лавочку И из подручных материалов Сделали клумбу Съездили в лес Самое время вернуться На съемочную площадку Мы продолжаем Готовить сюрприз Для Антонины Михайловны У нас в эфире Наш традиционный лайфхак И снова он деревянный Но уж очень мы любим Эко-материал Дерево И будем делать столик У нас студенты Сделали подарок Нашей хозяюшке Это прекрасную скамеечку А с нас теперь Что-то такое Что могло бы разнообразить Во-первых, пространство Во-вторых, сделать его удобным Например, можно выйти Посидеть по печику Какое отношение Вот эти деревянные пятаки Имеют к столу? К столу Паша, ну, в общем-то, смотри Можно сделать столик просто из пня Но это очень банально Мы же нарубили его на спилы И посмотри, что можно будет сделать Например Мы нарубили его на спилы Получается Пизанская башня Пизанская башня Эта башня будет очень крепко стоять Когда мы закрепим И вот такой столик в идеале Должен у нас получиться Первым делом Обрабатываем болгаркой Верхний спил Будущую столешницу Поверхность не должна быть Идеально ровной Но при этом удобной Для использования А что касается всей конструкции Соединим ее гвоздями Учитывая, что они у нас Не совсем подходят по размеру Мы нашли следующий выход Из ситуации Прибивать каждый из них на скос Паш, хорошо поработали на тебе компотика хозяйского Я даже придумал экспромт Делал дело Кей, компот смело Дело сделано Самое время звать хозяюшку Оценить наши старания Забор вообще Я даже не мечтала о таком заборе Сделали вот ваши студенты Лавочку новую Забор, кстати, окрашен Пока что не при... Да, нет, я знаю Все нормально Все отлично Столик, как вам? И столик Столик Можно чашечку поставить Что вы будете здесь делать? А, ну, буду сидеть Смотреть на природу Что я буду делать здесь, правда? Иногда отдыхать А посмотрите вот на эту клумбу Узнаете вот эту вещь? Узнаю, конечно Даже не думала, что такое можно сделать Что можно сделать, правда? Даже в мыслях не было Антонина Михайловна По 10-балльной скалье Как оценить у нас? Ну, сверхотлично Я благодарна, не знаю, как вам Одинутся? Двенадцать с половиной Очень-очень вам благодарна Даже не думала, что в моей жизни такое будет Мы были рады очень вам помочь На самом деле И рады были познакомиться С таким интересным человеком, как вы Очень приятно было с вами общаться И у вас очень вкусный компот Он прекрасный просто Будьте пить его за вашу новую стольку Спасибо вам огромное И вам, спасибо Спасибо вам большое Здоровья вам, удачи Хорошо настроение И вам, и вам И вам всегда Чтобы все вам Спасибо всегда было хорошо Спасибо большое Чтобы ваша жизнь была такой же красивой, как ваш полисадник И новый запах Сегодня у нашей команды юбилей Нам полгодика Двенадцать выпусков Двенадцать мест Двенадцать неповторимых историй И десятки потрясающих людей У которых мы сами многому учились Быть настоящими Ценить то, что имеем Уважать близких Оставаться терпеливыми И, конечно, нести в мир добро И пусть мы не можем помочь всем Но наша цель неизменно Мастерить маленькие радости Из которых состоит большое счастье Вы смотрели программу Павел И его команда И по традиции Встретимся ровно через две недели Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин